Hello everybody, hi my students, hello friends. Продолжаем рассматривать вид персоны с точки зрения проверки правильности матрицы Пифагора, её действенности для кадровой политики, для правильной расстановки кадров, для правильной ориентировки по жизни молодёжи и студентов, школьников. И вот вип-персоны, конечно, мы рассматриваем, самые такие, которые на поверхности всем известны, СМИ про них гремят. И вот мы такого сегодня рассмотрим, одиозного человека, как Михаил, или как я его называю, Майкл Николаевич Саакашвили. Это бывший президент Грузии, в Украине он прославился, там был мэром и чиновничьи обязанности где-то выполнял при уважаемом Порошенко. И также вот член Вашингтонского обкома, как кормится там с рук, можно сказать, олигархии транснациональных корпораций. Вот это, значит, такой Майкл. Ну, про него все известно, как он галстуки жевал, как он, его манера вечно капризна, вечно недовольна ничем. Там он недоволен, там везде свои порядки наводит и старается, и ничего у него не получается. На первых ролях его выдвигают, у него не получается. И если хороший вот ему командир попадается с Вашингтонского обкома, вот он немножко там выступает, свои речи держит. Но в то же время везде провал. Вот Лексус Ваван с ними говорили недавно с Саакашвили, тоже прояснили немножко его, эту психоматрицу. И мы ее рассмотрим с точки зрения не то, что Саакашвили, у него очень много хороших качеств, прекрасных качеств. И мы сейчас это отметим, но он действует, опять же, не в разрезе своей психоматрицы, он играет совсем не ту роль, которая ему положена. А он самое худшее, то, что есть в психоматрице, он акцентирует это самое худшее, а лучшее не стремится развивать. Вот это один из таких отрицательных примеров. Вот он Саакашвили, я его называю Майкл Николаевич. Видите, он самодор, у него 5 единиц психоматрицы. И вот 4 двойки, он батарейка для энергетических вампиров с сатанинской сущностью. Ноль у него, вот это здоровье у него неважное. И все этот R-комплекс, вот рептилоидный, при нем все есть мизантропы, он людей-то не любит, он самовлюблен. И вот в совокупности, вот эти 4 двойки, нулевка и восьмерка, это показывает нам, как мы вывели просто логически и статистически вот этот R-комплекс, на чем основан. Вот вы видите, у него что характеризуется. У него характер очень сильный характер, стойкий такой и самодористый. Это мы видели из его выступлений. Вот отоживание галстиков этих, это только подчеркивает. 4 двойки энергетика у него большая, но он способен там завести компанию. И от него питаются многие. И вот пятерка у него, логика определенно есть, и везение, вот в этой политической борьбе, в карточной, которая является карточной игрой, у него есть политическое некоторое везение. Но отсутствует вот нулевка у него здесь, чувство долга это нулевое вообще. А вот ум у него есть, и довольно с юбором у него, он-то находчивый такой талант определенно есть. Вот восьмерка у него мизантропия, фанатизм и так далее. Семерка это много целей, он и Грузию хочет там, и Украину хочет натянуть, и Вашингтонским обкомом уже стал руководить там, пытается. Но сейчас вот он стал бомжом, лишён украинского гражданства, о чём и говорится вот это, которое подтверждают мудрые китайцы. Значит, что это? Самодур, нет чувства долга, слабая нулевая мотивация, здоровья нет. Обслуживает энерговампов сатанинскими наклонностями. Мизантроп, фанатик, одержимый, завышенная самооценка. Зарабатывать деньги он не умеет, он живёт с подачи этого Вашингтонского обкома всё время. Со временем его кто-то или подполье какое-то его подкармливает, или вот эти вот администрации Вашингтонского обкома. С рук кормится человек. Дальше. Везение в карты есть, но добродетель отсутствует. Море целей распыляется. Должен работать физически. У него одна шестёрка всего в матрице. Ну, или художественной такой заниматься самодеятельностью. Или награднее вот техника и художество, искусство, что-то вместе, вот сочетание вот это. Типа как авиамодели там, или вот эти, как они запускаются, дроны конструировать. Это он хорошо бы подошёл. Вот, если заменить физическую работу. Или как физических работник, он должен своё здоровье поддерживать физической работой. Что касается друида, то они его предупреждают, чтобы он сильно не обжирался, потому что он желудочное кишечное, свой желудок может испортить и заработать. Я же у желудка, тем более он всё время мотается и разной пищей там питается, непонятно какой. И не всегда ограничивает себя в пище. Поэтому у нас много сейчас таких ЖКТшников. ЖКТшник у нас Макрон. Сейчас из тюрьмы выпустили второго, я про него потом где-нибудь расскажу. У Удальцова тоже ЖКТшник, он ещё до тюрьмы был ЖКТшник, желудочно-кишечные трактористы. Вот, желудочно-кишечные трактористы, сейчас вот это вот, у них зуд какой-то появился, они все полезли в политику. Ну, надеяться на них, видите, нельзя. Так же, как вот на эту, которая вышла Удальцов, то ясно, что у него матрица, она не на руководитель, у неё энергетики нету, а у этого слишком энергетика, она даже на вампиров хватает. Хотя здоровья нет. По китайцам он красный огненный архар, или как овца, но я не хочу оскорблять, как говорится, потому что в уголовном мире не принято называть человека козлом. Ну, такой астрономический знак-то в Китае принят, и там в год козла, это в год козы, или там овцы, что является синонимом. Вот родился он, этот вот персонаж, Майкл Николаевич-то. Вот при плохом раскладе он может закончить свою жизнь под мостом, как говорится. Почему? Потому что он сейчас уже бомж, а дальше, если он себя будет плохо вести, он может так и закончить под мостом. Ну, хотя вероятность эта маленькая, он очень хорошо приспосадует. Сейчас о чём я расскажу, расскажу, вот раскрою и зачитаю тут некоторые моменты. Вот он, как китайцы говорят про него, что это он элегантен, артистичен, влюблён в природу. Он мог бы стать самым очаровательным знаком, если бы не был пессимистом. Он везде капризен, пессимист и захватчик в то же время, хотя не понимает этого. В то же время умеет нравиться, ну, Вашингтонскому обкову нравится. И Грузии в определённый момент он нравился, пока не раскрылся вот этот свой пессимизм. И любит использоваться за счёт других, жить любит. Какой-то у него женственный характер, изнеженный. Любит всегда жаловаться. Он и в Грузии жаловался, в Украине жаловался, и сейчас он жалуется в этом Вашингтонском обкове. Ей нравится, когда о ней говорят, её руководят, ей советуют, принимая её вечные колебания, уловки и жалобы. Она никогда не знает, какое направление выбрать и полагается всегда на других. То есть он руководством полностью идёт, как зомби у этого обкома Вашингтонского. Говоря о ней, нужно сказать, что у неё безмятежный пессимизм. Её манеры мудрые, однако, но характер капризен. Часто бывает он религиозен. Но в то же время будет увлечён всем фантастическим, сверхъестественным, оккультным гороскопами. Склонен к благотворительности, охотно делится с другими, но не своим. Что ему не принадлежит, он охотно делится. Следует сказать, что у него, у этого архаровца, нет никакого чувства собственности. Народный мудрый говорит, что коза, пасущаяся на хорошем лугу, будет спокойной и послушной. По сравнению с козой, пасущейся на лугу с плохой травкой. Будет беспрестанно жаловаться и блеять. Её жизнь зависит не от неё самой, а от других, или, по крайней мере, от везения. Что бы ни произошло, это никогда не бывает по её вине. Но вот, однако, недобросовестность козы может привести в замешательство. У неё нет чувства ответственности, инициативы, воли. Она не способна руководить. Вот видите, как китайцы они определяют. Это из психоматрицы Пифагора тоже следует, что он на руководителя не годится. У него нету данных, так как создан для послушания. И при хорошем влиянии может преуспеть, даже блистать в каком-либо виде искусства. Ну вот, видимо, влияние на него хорошее было. В Грузии он одно время вёл себя хорошо и имел успех, и достиг определённого успеха. А потом у него сменил неожиданно руководители, сменились. И сориентировали его в другое место, в Украину. И дальше, и так далее, и так далее, он всё время понижал свой рейтинг. Он может быть хорошим специалистом, успешно выполнять работу, которая одновременно считается техническим и артистическим мастерством. То есть и техника, и какие-то вот искусственные модели и так далее. Может быть даже вот кинематография. Там и техника, и артистизм, всё надо. Коза умна, она никогда не будет играть первую роль. Для этого... Для этого... Ну это для неё и лучше. Её существо на полном фантазме нуждается в твёрдой воле. То есть он такой же наподобный человек-то. Вот она... Если бы он был женщиной, он был из того материала, из которого делают куртизанов, сутенёров, а также великих артистов. Вот видите, и писателей. И всё вот это вот... Это было бы его, но не политика. Но это всё зависит от удачи, от принесённых доходов, кто ему даёт, от спонсоров, от качества травы на лугу. Но пусть она избегает коммерции. Никогда не будет в войне победителем. Ну он не всегда проигравший командиром, или даже солдатом. При плохом повороте судьбы может кончить жизнь под мостом. Но для неё не будет серьёзных проблем. Там, где речь идёт об одежде, столе, комфорте, так велика её способность стучаться в нужную дверь. Если у вас нет, и у вас есть благоустроенный загородный дом, вот в Вашингтонском обкоме, посещаемый артистами, избегайте впускать туда козу и позволять ей устраиваться там. Вы можете от неё не избавиться. Вот там Вашингтонский обком ещё, как говорится, всплакнёт. Коза ведёт её в расстройство большое. Это от обкома. Коза часто будет сталкиваться с любовными проблемами. Ну и об этом говорить не буду. У него с сексом там всё в порядке, там и с семейным. Требования большие у него к семье и к себе тоже. Там в семье. Обычно они однолюбы бывают. Ну а если тогда в депрессию, если там разведётся в депрессию, впадает. Ну вот под руководством этой американской жены он одно время хорошо себя вёл. Вот сейчас, видимо, эти возжи ослабли или другое направление ему. А вторая фаза жизни Козы затронет её чувства. Но будет удачной третья. Вот сейчас у него, видимо, удачная третья фаза начинается. Он вступил в антагонизм с Порошенко и разыгрывает он опять эти две семёрки в свой удачный карточный расклад. Тем более, в Вашингтонский обком уже Порошенко собрался сносить. Он, не обременяя себя материальными заботами, имея советчиков, может иметь успех. Ну там советчиков много в Вашингтоне и очень умные есть. А матрица у них хорошая. В области изящных искусств. Но он, как артист, иногда, на первый взгляд, оказывается удачнее, чем у других. Но часто бывает беспомощный перед жизнью, так как застенчивый, склонен к пессимизму, затрудняется в принятии самостоятельных решений. Вожди из них выходят редко. Они даже не отличаются красноречием. Но убеждения свои отстаивают и любят своё дело. Денег имеют обычно достаточно, ценят удобства, с ними связаны. Рассудительны, мягки, доброжелательно, обладают хорошим вкусом. Вот такие вот характеристики дают мудрые китайцы, которые не противоречат у нас полностью не противоречат. А друиды, друиды те, здесь по цветочному календарю, он лотос, символ веры и чистоты. В наших краях лотос – это экзотика, не более того. Хотя благодаря экзотичности, неординарности мышления, у него неординарное мышление, и поведение ему много, это Майкл сходит с рук. Ну, другого уже на его месте там замочили давным-давно бы, а он везде выходит сухим из воды. Ему следует быть более гибким по отношению к людям. Всегда опрятен, держит себя в рамках приличия. Ну, иногда галстук живёт. Не любит ничего экстравагат. Ну, как козы, они жуют чего-то, и он галстук живёт. Предпочитает классику, хотя сам того не подразумевает, способен прогрессивно мыслить. У него были успехи, определенные в Грузии, в борьбе с коррупцией. Преданный друг. В семье несколько консервативен, влюбляется один раз на всю жизнь. Поэтому страдает от несчастной любви. Если удар силён, депрессия длится очень долго. Вот, как говорил я, ему следует беречь желудок, ограничить себя в еде, иначе язвы желудка испортят ему всю жизнь. А вот по древесному календарю он, бук, как бы считается, дерево-бук. Красивый он относится, обычно к тем, кто доживает до глубокой старости, тот будет долгожителем, сохраняя все качества, присущие молодости. Ему удается сохранить хорошую форму, статный силуэт, ловкость и гибкость движений. Всегда ухожен, не чуждается некоторого кокетства. Если попадут в благоприятные условия, то ему удастся дочить успеха в любой области. Проявляет ловкость и находчивость во всей ситуации. Полон различных планов, ну вот мы и говорили, что много у него целей, которые умеет успешно реализовывать, но не всегда. Умеет неплохо организовать свою жизнь. Случаются с ним и припадки щедрости, которые обычно, он расчетлив, хотя обычно он расчетлив и безошибочно организует свой бюджет. Не очень любит давать займы, делиться своей собственностью, расходует ее экономно. Он порядочен, обладает многими солидными качествами, всегда взвешивает все за и против, никогда не полагается на волю случая. Ну, про любовь я не буду здесь говорить. Интеллигент, она обладает организаторскими способностями, здоровым рассудком, выраженный материалист. Прежде всего, хочет быть богатым. Вот он стремится, у него одна цель, это потому что деньги не умеет зарабатывать, а чтобы свалилось богатство откуда-то. А потом, если можно, счастливым. Черты, рожденные под этим знаком бука, вдумчивость, порядочность, организаторские способности, реализм. Ну, я не буду говорить, кто родился под знаком бука, но среди них есть Пучини, и в то же время есть Сталин. Вот видите, еще такой грузин. Но эти сталинские черты у него очень мало, потому что другие характеристики там совсем отличаются. Восьмерок совсем нет, у Сталина было три восьмерки. То есть матрица Пифагора более четко определяет психотип человека. Вот такой у нас наш уважаемый товарищ Саакашвили. Как видим, мы еще раз по психоматрице. Видите? Эту психоматрицу мы запомним и увидим, что это не политик, это скорее оперный певец. Определенный... Если им кто-то будет руководить только, тогда он будет просто как марионетка передвигаемый. Ну, как сейчас он вот руководимый этим Вашингтонским обкомом. Вот такие вещи. Еще раз подтвердили мы, что психоматрица Пифагора полностью, полностью он лег в нее прямо в эту психоматрицу. И можно было уже в детстве ему вот это нарисовать и сказать, что Миша, давай-ка займись или там моделизмом или там какими-то искусствами точными такими скрупулезными вещами. Допустим, там вот искусство программирования. Вот оно. Вот был бы идеальный человек. Он скрупулезный. Всякую такую скрупулезную работу мог бы выполнить хорошо. И вот искусство программирования в разделе как книга Кнут пишет такое про искусство программирования. То вот он бы хорошо этим овладел. Это было бы его и хлеба и масла и еще сверху икра черная. Все. Это мы с ним закончили. Доброго вам здоровья. Готовьтесь к первому сентября. Покупайте все себе необходимое оборудование, книжки, учебники, ручки, тетрадки. Всего вам доброго.